В украинских нарядах. Вот звучит знаменитая фраза Майкла Баффера. Давайте приготовимся к драке. Владимир Хрюнов на ваших экранах был. Борис Бекер. Ну, мы еще немало звезд и известных людей спорта увидим здесь во время трансляции. А Владимир Хрюнов, я разговаривал с ним сегодня по телефону. Он сказал, что он приехал не просто посмотреть на этот бой, а он продолжает вести переговоры с промоутером Владимира Кличко, вернее, с менеджером Владимира Кличко, с Бенте. И постепенно, постепенно, все-таки этот бой, которого мы все ждем, вырисовывается, скорее всего, будет осенью здесь у нас в Москве. Очень хочется, конечно, все это увидеть. Владимир сейчас говорит в последнем интервью, он сказал, что сейчас он не думает абсолютно о поединке с Поветкиным. Для него главный сейчас сегодняшний соперник. Ну, это, вы знаете, такие дежурные слова. Хотелось бы, конечно, чтобы все препятствия были устранены. Они постепенно устраняются. И все мы, конечно, с нетерпением будем ждать боя Кличко-Поветкин. И очень хочется, чтобы он наконец-таки состоялся. Представляют доктора Стального Молота Владимира Кличко. Как мы уже говорили, 59 побед на профессиональном линии. Три поражения. WBC, руководство этой федерации, назначит тех, кто будет оспаривать. Нужно отметить, что в команде Кличко постоянно одни и тяжелые. Это говорит только о том, что она идеально подобрана. Идеально. Вот она, конечно, понесла тяжелую потерю в лице Мануэлла. Всеми этими поясами владеет Владимир Кличко. Посмотрим, что сможет ему противопоставить. Ну, посмотрим, насколько эта версия будет состоятельной. Как всегда, полный забитый зал до последнего свободного. Вес в его карьере. Максимальный боевой вес. По американской методике там очень много силовых упражнений. И очень много времени. Боксеры проводят именно вот в зале, где находятся штанга и различные снаряды. В хорошем фитнес-клубе. Не меняет своей тактики. Ну вот, сейчас впустил, наконец, сильнейшую руку в спорт. Уже не раз так говорил. Все ведь знают манеру и много раз видели на кассете. Ну, такое бывает в спорте в виде наборствах, вы знаете. Когда... ...приемы. А их, может быть, и немного. 1-2. Но противопоставить ничего не могут. Ну, доминирует. Другим. Он таким... Не потому, что он... Там, больше массы у него. Что мы говорим, что Кличко как бы... ...стареет. Ну, во всяком случае, взрослеет. Материй. Ну, вот вы видели. Повторик. Вот это удача цель. Так убедительно все это смотрелось. Прикосновение малейшего упасть с дерева. Да, и вот тогда он пускает уже в свою правую руку. Вы знаете, что все это однообразно, что все одинаково. Но... Путь к успеху прокладывается, тем не менее, постоянно. Заканчивается нокаутом. Но он до сих пор остается победителем. Все раз за разом. Он собрал уже практически брата WBC. Ну, вот Пионета, посмотрите. Решил поражение, особенно после Кори Спинкса, да. Говорили, хрустальный. С польским супертяжеловесом. Когда он там один раз, даже, по-моему, на втором ране прописанному сценарию. И победа была достигнута очень рано и убедительно. Он обычно это делает, где-то средних раундов. И там уже потом... Вот он начнет уже побеждать. И причем побеждать ярко, откровенно. Он уже где-то примерно в этих раундах. Потому что... Ну, собственно, мы не делаем. И левым боковым, посмотрите. Что показывает Пионета. Ну, это, да. Уже начинает демонстрировать отчаяние определенное. Всегда, когда боксер действует так. Ну, вот эти не самые точные удары, но он сейчас итальянец, я не понял. Вечер пришелся, что ли. Я не понял. Ну, 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 это суть важна. Вентально немец уже во всем. Но по-прежнему говорит. Не забывает об Италии. Все в ожидании. Все в ожидании. По-моему, Кличко уже может выходить не только на... 100%. Несколько сушится перед боем, как это говорят спортсмены. То есть, скидывание выглядит не в идеальной физической форме. Я представляю. Там еще килограммов 10, наверное, плюс. А посмотрите, пропустил, вдруг. Леянец. Прям бросается вперед. Не раз Кличко ловил на таких соперников. Уже который раз. Зачем наклоняет Владимир оппоненту. Он идет вниз головой, входит в контакт. И Владимир... Его манера. Он всегда делает. Какой бы соперник. Он делает только... Абсолютно наверняка. Он абсолютно уверен. Как не любят здесь братьев Кличко. Они являются действительно кумирами. Ну что ж, продолжается бой. Давайте посмотрим. Наиболее интересные фрагменты минувшего раунда. Вот этот... Вот боковым такая. Пощечина слева. Ну, достигла головы. Ну, вот такие достигают цели. Как раз между рук. Единственное, спасает... Достать оппоненту. Тому приходится прыгать вперед. Увидеть у себя какой-то жесткий удар. И, как правило, это получается... После джево это получается... Я бы мог этого не делать. Ну, надо уже сейчас... Определенно, наверное, сказать. Даже из той огромной вереницы оппонентов, которые прошли... Вот я не то, конечно... Как ребенок. Не лунчатого, 17-го мая. Опа! Александр Поветкин. Какой жесткий и точный удар справа. Злится на себя Пианетто. Ну, похоже, началось. Делает ровно, на 100% правильно. Еще один удар. Начинается бомбардировка. Он боится. Он остерегается. Я говорю про итальянца. И уходит. Сейчас рефери в сильном нокауте. Тогда может получить большую травму. Ну, что ж, прошедшим раундом зрители... Посмотрим этот эпизод. Сейчас давайте посмотрим, какой рагмент. И почему... Влоп, да. Точно, влоп, но сильный удар. Очень сильный. Прямой. Это был бы нокаут. Да, безусловно. Ну, все равно тяжело Пианетто. Возраст ему вообще не мешает. Ну, сейчас вот... С терпением. И считали, что это будет настоящая реальная позиция. Пока себя не оправдывали. Опа, нокдаун, нокдаун. Да их и не было по большому счету. Ну, не, как он махал первый, второй. Это с Манулем Чаром. С Манулем Чаром бой. Да. Бой был, на самом деле, интересный. Всех оппонентов Кличко, которые примерно к пятому-шестому раунду... О его сверхмотивации, о его настрое и о том, о его готовности на этот бой... Он все это забыл. Когда они увидят, что шансов нет, уже точно понижение поединка. Смотрим повтор. Такого не очень мощного яркого удара, после которого соперник оказался... Надо не снижать темпы, говорят. Слушайте, для передышки, для отдыха итальянцев. Мы об этом говорили в самом начале боя. Получается. Ага, вот оно. Вот сейчас удары стали доходить. Тяжелая артиллерия. Он прочитал соперника. Сейчас неплохо попадает в туловище, туда, в область печени. Угрозы. Ну, опять же, в бою с Сандерсом, когда точно так же его соперник выходил заведованным оппонентом. И получился. Немножко недооценил своего оппонента. Десять лет в боксе это огромное. Раз временное расстояние. Ведь у него длинные руки. Но он почему-то редко наносит удар правой снизу. А вот этим длинным ударом, как раз, когда не нагибается... Получил несколько... Ну, мне уже жалко его, если честно. Ой-ой-ой. Все иногда. Это двойка была равна. Он, наверное, не встанет. Прямо поднимется, мне кажется. Да. Сил-то это не на... Сыграет, я думаю. Хотя... Все. Рефери остановил бой. Ну, надо было раньше. Надо было раньше. Вставать раньше. Да сил не было, Андрей. Потом... Сил, скорее всего, да. Два... Такая двойка. Причем и левый, и правый оба попали в цель. Ну, что ж, все, в общем-то, состоялось. Давайте посмотрим. Как-то все красиво закончилось. Не было эти такие удары уже страшными. Это были удары через защиту. Просто вымотался. Нет. Соперник... Был сильный. Ну, и потом... Поэтому воспользоваться он им не сумел. Кличко приветствует своих фанатов. Публика отвечает ему тем же. В Москве бой против... Разочарованной пионета. Все мы ждем, все надеемся, что все-таки осенью посмотрим этот долгожданный поэд.